Здравствуйте дорогие друзья я продолжаю свою рубрику не очень популярную в ваших рядах но возможно только потому что вы еще не поняли вкуса этой рубрики наш кулинарный словарик с необычными терминами в жизни вы их возможно не используйте конечно вы встретитесь теми словами которые часто у вас на слуху какие-то для вас будут открытием но ради этого оно и было задумано появление в нашем словаре житейском новых слов это обогащение нашего мозга мозг это мышца его нужно развивать я всячески это пропагандирую и стараюсь в этом смысле а с другой стороны жизнь она очень интересная штука вдруг внезапно вы услышите это слово уже будете знать о чем идет речь и так мы продолжаем на букву а у нас сегодня с вами очень необычное начало мы будем говорить о сочетании авдан сиры что это такое и зачем я об этом говорю а опять же для общего развития переводе с чувашского автан это петух а сиры это крепкое пиво а теперь что это такое я буквально коротенько достаточно популярной форме расскажу все-таки нам все интересненько и должно быть полезным авдан сиры это ритуальный собственно обед в честь поминания предков который представляет себе из себя праздник на стол во время которого подают определенное блюдо и вы уже поняли из чего это блюдо из курицы тушеный особым образом дело в том что это блюдо а я вам сейчас вас познакомлю с рецептом можно готовить и не по случаю поминания предков которые допустим вы принадлежите другой народности и вас это не греет блюдо как например поминали но с другой стороны это просто вкусное блюдо из домашней птицы и расширение вашего кулинарного словарика поэтому попробуем воплотить это блюдо на самом деле оно действительно вкусно я попробовала его приготовить по этому чувашскому старинному рецепту это достойно того чтобы появиться на вашем столе для создания этого блюда вам потребуется молодая упитанная курица которую вы можете готовить целиком или это еще лучше порубив крупными кусками предварительно производят обелирование если вы помните из первого моего выпуска кулинарного словаря обелировать освобождает полностью от пуха остатка перышков и прочее проводят процесс смоления с этого момента на готова к тому чтобы ее готовить как и у готовит у вас в это время должен быть разогрет хорошо казан толстостенная алюминиевая или чугунная кастрюля в которой все это дело будет готовиться разогревайте предварительно до того как будете поджаривать курицу можете кусочки сала если вам это не чуждо говяжий жир и и жир который был обрезан с курицы так готовят традиционно можете использовать например куриный жир и растительное масло самое главное перед закладкой курицы чтобы это хорошо было прогрета до дымочка который будет подниматься из вашего казанка с момента когда жир разогрет достаточно вы укладываете свою курицу целиком или кусками и обжариваете ее в этом раскаленном жире примерно 15 минут до появления золотистой корочки с этого момента происходит вторая часть приготовления этого блюда вторым этапом дорогие мои друзья не вынимая курицу из своего казана вы заливайте ее кипятком у вас разогрет чайник и начинайте осторожно памятуя о том что вы заливаете в горячий жир чтобы у вас там не было травмоопасности никаких осторожненько начинайте подливать кипяток можете в этот момент отставить кастрюлю в сторону чуть дать ей охладиться буквально одну минуту потом только наливать наливайте с таким расчетом чтобы над вашей курицей появился слой водяной примерно на два пальца потом возвращайтесь на огонь добавляйте туда морковь крупными кусками лук порезанный на четверти и хорошую порцию грибов любых лесных или шампиньонов сколько вам хочется где-то можно на собственно на одну курицу добавить грамм 300 после того как вы проделаете эту историю вы солите с момента закипания эту воду по вкусу и накрыв крышкой убавив огонь тушите вашу курицу до мягкости это второй этап приготовления этого блюда когда курица на медленном огне варится тушится скажем так вместе с кореньями и грибами когда курица явно проявит себя что она мягкая и готовая вы начинаете вылавливать овощи которые добавляли в момент варки извлекаете морковь и лук протираете их блендером или при помощи сита то есть превращаете это в пюре вставляете в сторону вылавливаете грибы грибы чуть охлажденные начинаете сечь достаточно мелко и обязательно их надо на отдельной сковороде поджарить на сливочном масле добавить туда столовую ложку сметаны с этого момента грибы тоже считаются готовыми потом объединяйте протертые лук и морковь с грибной подливкой которую сделали это ваша заправка которая после того как будет приготовлена вновь возвращается к томящийся по-прежнему в казане курицы это третий этап дорогие мои друзья который вы произведете я вам порекомендую немножечко загустеть бульон мукой и вот когда вы будете поджаривать грибы добавьте к ним не только ложку столовой сметаны но и столовую ложку муки у вас получится прогрейте это все на сковородке у вас получится густая масса и зачерпните бульона из кипящей курицы и разбавьте чтобы у вас получилась некая паста которую потом вы смешаете с овощами протертыми и потом уже под венчик вновь введете в бульон курицы с мукой будет сытнее вкуснее с ней можно делать можно не делать но я проверяла с мукой оно то повкуснее и так у вас бульон уже собственно говоря опять к нему вернулись ваши протертые лук и морковь ну и заправленной мукой и сметаной поджаренные на сливочном масле грибы уже появляется у бульона совсем другая гамма вкуса но это еще не все остались маленькие детали для того чтобы это блюдо заблистало всеми оттенками необходимо добавить специи это конечно же душистый перчик и зелень зелень здесь добавляется произвольно на большом количестве рубленый зеленый укроп петрушка все непременно вот с этого момента блюдо считается готовым оно в результате дорогие мои друзья напоминает собой в некоторой степени некую подливку тут вот главное когда вы заливаете кипятком не переборщить с водой скажем так максимум вода должна превышать вашу курицу быть выше нее на два пальца можно даже меньше чтобы только курица была покрыта слегка водой тогда и подливка будет гуще поскольку это блюдо подается с отварным картофелем потом то есть вы картошку выкладываете туда кусок отварной курицы сверху поливаете вот этой подливкой и это в общем то является вот тем ритуальным поминальным блюдом о котором мы говорили но если отмести эту часть то это просто роскошная тушеная курица она же как бы и вареная тушеная с одной стороны это продукт скажем организму приятный во всех отношениях потому что он не супер жареный а больше тушеный во вторых это невероятно вкусно наваристо и изысканно рекомендую это блюдо я постаралась вам буквально подетально сейчас его полностью вам озвучить это действительно вкусно это стоит того чтобы приготовить это добавит вам дополнительный так сказать акцент к вашей кулинарной деятельности рецепт из надоевшей всем курицы с новыми нотками теперь уже из чувашской кухни ну а если мы говорим о соблюдении ритуальных в общем то моментов во время поминального обеда то могу сказать что помимо картофеля которым сдабривают собственно говоря это это блюдо к нему еще подают крепкий настой шиповника или такой же крепкий хлеб на малиновый квас который готовит в чуваши и тогда считается что поминальный обед прошел выше всяческих похвал дорогие мои друзья вот так вот мы теперь знаем что это такое мы знаем как готовится это блюдо и в нашей копилке появилась новая информация которая приводит тому что мы скоро будем знать очень много ир и много разного интересного и так авдан сиры это традиционное поминальное блюдо в день поминовения предков которые чтят в чуваши так что вот вам такая вот новая информация а мы теперь переходим к следующему слову которое звучит авиоланны что это такое и с чем его идет слово авиоланы пишется с двумя элов соответственно и относится к итальянской кухне так называются крупные лесные орехи произрастающие в италии чем-то напоминающий наш фундук так что если услышите в италии авиоланы вы будете понимать что речь идет о очень крупных лесных орехов которые добавляют в кондитерскую промышленность вкладывают в конфеты и так далее следующее интересное слово авертисер звучит достаточно экзотично но тем не менее имеет кулинарии непосредственное отношение пришло он из французского языка франция всегда была законодательницей мод в плане кулинарии а также политесса во время таковой так вот авертисером назывался уведомитель который был представлен королевской трапезе сугубо для того чтобы уведомить поваров что его величество изволит явиться к обеду для чего это делалось это началось при дворе собственно говоря еще в конце 17 века в 18 веке активно использовалось в 19 перешло так сказать к трапезам императора французского но по прежнему авертисер был весьма и весьма востребован вопрос был в том что считается что вкус блюда самый изысканный в момент что называется с пылу с жару поэтому его величество изволющее отобедать не должен ни секунды задерживаться нигде перед подачей блюда поэтому очень было важно вовремя наладить и предупредить поваров что идут трапезничек как только король выходил к столу ему тут же подавали блюда и он мог его отведать в самой изысканной и свежей форме и это было важно и за этим бдительно следили в частности для этого представлялся отдельный человек который должен был обеспечить вот эту так сказать цепочку откушайте и тут же горячее блюдо этим занимался авертисер иногда ритуал выглядел следующим образом бывало такое что монарх выходил сначала к оперативам то есть закускам которые были заранее расставлены на столе и так сказать сбивал первый голод но как только авертисер замечал что вот-вот когда он начинает подавать горячее то бишь супы или там что там предполагалось он должен был громко объявить монарху что кушать подано тем самым настроить его на то что сейчас ему подадут горячее блюдо вот конечно политесу и приседаний много и в нашей жизни от этого не осталось ничего но есть уважающие себе рестораны традиционной кухни которые восстанавливают собственно говоря традиции которые максимально позволяют клиенту почувствовать себя королем и здесь роль авертисера вновь возвращена именно он настраивает человека который ждет подачу блюда максимально для приема таковой он объявляет что кушать подано тут начинает выделяться слюна и тут же у тебя перед глазами возникает роскошное блюдо которое ты собираешься вкушать кто испытывал на себя подобные явления говори что это действительно еда воспринимается совсем по-другому а ты себя чувствуешь попом земли ну что ж дорогие мои друзья чтобы испытать такие чувства надо хотя бы ориентироваться кто этим занят а этим занят у нас авертисер то есть тот кто предупреждает что сейчас ты себя почувствуешь королем самым высшим пилотажем считалось что между объявлением авертисером и подачей блюда время не должно превышать одной минуты вот тогда происходит наибольший кайф так было при французских королях при французских императорах ну и собственно говоря в тех ресторациях где чтят подобные традиции кстати парижские ресторации в девятнадцатом веке строго пользовались подобными правилами и тоже имели авертисеров благодаря вот этому подходу к подаче пищи когда посетитель не ждал своей пищи буквально более чем минуту при этом его так торжественно уведомляли и следили за подобным процессом парижские рестораны были необыкновенно популярны а популярность их в общем то была оправдана потому что когда тебя хорошо послужили ты хочешь туда ходить ты хочешь ходить ты платишь деньги ты платишь деньги значит все довольны и вот в результате познакомившись с таким явлением дорогие мои друзья мы кое-что себе тоже можем применить подавать блюдо надо не в момент когда никого еще нету за столом и никто еще не готов есть вы тут должны быть сами для себя авертисерами как только все сели за стол до подачи блюда у вас есть всего одна минута чтобы все восхитили ваши роскошности ну что ж тоже полезно интересно для общего развития следующее слово с которым мы познакомимся звучит достаточно странно но мы к этому готовы аврад или аврадин что тоже допускается это дело в том что дорогие мои друзья его сейчас знают все кто связан с парфюмерной промышленностью а так же созданием ликеров дело в том что это общее понятие тяжелого масла которое возникает при перегонке цветов или цедры апельсина это так называемое померанцевое масло умельцы умеют через определенные стеклянные колбы пропускать масло через цветы извлекая тем самым аромат этих цветов фиксируя его в масле получается ароматное эфирное масло настуральные эфирные масла по прежнему собственно говоря создается таким способом но речь идет о том что речь идет о цветах апельсина о померанце как его называли ранее то есть померанцевом маслом именно его касается слово оврат или оврадин теперь вы уже вооружены очень опасно где это используется сейчас поговорим оврадин используется дорогие мои друзья для отдушки ликеров и некоторые английские фирмы отдушивают оврадином свои чаи придавая им цитрусовый привкус аромат апельсина но тут закладывается с одной стороны это натуральный прекрасный продукт но с другой у него есть крупный недостаток поскольку это натуральное масло оно очень быстро прогоркает придавая залежавшимся продуктам уже неприятный запах уже он пахнет не апельсином а прогорклым маслом поэтому считается добавление подобного вещества например тот же самый чай который не используется сразу а подвержен хранению большим недостатком и теперь идет борьба с отдушкой оврадином считается что правильнее например в чайный состав добавлять корочки апельсина для придания апельсинового запаха а не орошать это маслом поэтому в данном случае с одной стороны достоинство а с другой недостаток но в ликерах это по-прежнему применяется считается особенно в домашних поскольку считается что ликер делается для того чтобы его выпить поэтому в данном случае теперь мы знаем что такое оврат или оврадин а если вам вдруг встретился старый английский чай от которого воняет прогорклым маслом вы теперь знаете что его в самом начале пытались сделать с апельсиновым привкусом но из-за того что чай вовремя не продался оврадин превратился просто в прогорклое масло тем самым испортил вкус этого чая ну вот теперь мы теперь знаем что это такое речь шла о померанцевом то есть апельсиновом масле которое извлекается при перегонке масла из цветов или кожуры апельсинов следующее слово которое мы с вами изучим это слово авсень авсень но я сейчас одену очки и прочитаю еще наверное не менее шести слов которые напрямую имеют отношение к этому слову потому что речь идет о старом старинном славянском празднике который по-разному назывался в разных губерниях российских от этого у нас с вами возникает целая цепочка слов итак авсень он же овсень говсень усень баусень митусень миксень и бигусень отставьте от слова бигусень произошло слово бигус которое мы с вами будем изучать но это известное блюдо которое сделано на основании копченых колбасок и прочее но сейчас не об этом а о чем же у нас идет с вами речь что мы хотим сказать дело в том что в старину Новый год праздновался не тогда когда празднуем мы это приходилось на мартовские дни вот когда наши прапрапрапрап прадеды и прабабушки праздновали смену года и все что мы с вами перечислили все эти экзотические названия относятся к этому празднику празднику нового года который приходился на март месяц так назывался этот праздник встречи нового года до 1492 года этот праздник о котором мы говорим праздновали 1 марта всегда это было большое гуляние и было традиционное блюдо которое всегда должно было стоять на праздничном столе в честь того что это было ну благословляющее блюдо считалось правильным его съесть в этот день и приготовить его в этот день что оно несет удачу благополучие и так далее и тому подобное вот об этом блюде мы сейчас поговорим кстати прежде чем перейдем к блюду могу вам сказать дорогие мои друзья что если у кого-то эти праздниства закончились в 1492 году то в некоторых губерниях которые особенно чтили традиции этот праздник сохранялся до буквально конца 19 века мне даже интересно было в каких это губерниях в каких местностях это так подзадержалось несколько веков поэтому в данном случае думаю будет интересно и вам особенно стойкими оказались Смоленская Калужская Брянская область и восточной Белоруссии и так овсень это овсень это и название праздника и название традиционного блюда которое подавалось к столу речь идет о цельности иной голове которые готовили особым способом перед тем как готовить язык удалялся и мозги их готовили отдельно а все остальное превращалось в традиционное праздничное новогоднее блюдо помните в предшествующем нашем выпуске мы говорили про обесах обес тесто в которое нечто запекается и является своего рода рукотворной посудой из муки воды масла и соли и которые используются только для запекания после этого это тесто удаляется в пищу не идет а то что выпекли подается к столу так вот свиная голова о которой мы говорили и делается в обесе то бишь в этом пресном тесте с удаленным языком собственно говоря и мозгами которые отваривали или поджаривали по желанию здесь это уже никакого значения не имеет все остальное это обмазалась пресным тестом посоленным и прочим и запекалась подавалась в определенное время 1 марта с 11 до 12 утра эта голова подавалась к столу ну это вот момент когда собственно говоря свершалась переход нового года так сказать встречали новый год вот тогда голова оказывалась на столе и дружно ее разъедали считая что каждый кусок этой запеченной головы несет в себе ритуальное пожелание нового года счастливого его пребывания благоденствия и благополучия почему именно голова или почему запеченная в тесте сейчас уже история об этом умалчит было бы неплохо если бы кто-то рассказал об этом если кто-то помнит или что-то бабушки рассказывали и так далее но к сожалению что имеем то имеем но теперь мы знаем что овсеним назывался празднование нового года по старославянским традициям а также та ритуальная свяная голова которую запекали в тесте голову ели не просто так само по себе туда полагался еще соответственный ритуальный гарнир это был конечно репа печеная морковь цельные головки лука чеснок все это подавалось к столу непосредственно в дополнение к этому считалось так правильно но в некоторых губерниях особенно после того как перестали подавать свяную голову и праздновать мартовский новый год тем не менее 1 марта уже по тому что вроде бы как так делали предки вместо головы стали подавать жареного поросенка это например вот в Липецкой области где старинные традиции может сохранились и по сей день подобные же отношения то есть голову заменять поросенком было и в других южнорусских губерниях и в Орловской например там подавали 1 марта не голову запеченную в тесте а именно жареного поросенка в Белоруссии где тоже праздновалось 1 марта как встреча нового года поросенка заменяли домашними колбасами которые изобильно появлялись на столе все с теми же гарнирами с овощами с морковью с луком чесноком с жареными яблоками что считалось прекрасным счастливым гарниром для этого блюда помимо колбас из ножек варился холодец являлась тоже одним из ритуальных блюд для 1 марта для празднования имена прихода нового года по большому счету а потом из всего этого счастья из свинины из овощей и добавлением яблок было создано блюдо бигас которое сейчас очень традиционно например в Прибалтике или подается к столу и рецепты которые вам попадаются но первоосновой являлось то что мы сейчас с вами обсуждали праздник овсень а также традиционное блюдо которое подавалось к нему и тоже считалось овсень жареный поросенок или голова запеченная в кистье или колбаса и холодец с овощами которые подавались в Беларуси все это традиционные новогодние блюда которые подавались к 1 марта с 11 до 12 дня чтобы попраздновать приход нового года вот такая вот у нас с вами получилась информация интересная достаточно уже может быть утеряна но теперь на старину мы можем посмотреть совсем другими глазами а самое главное на тот рецепт Бигаса который возможно делаем и даже о нем не задумываемся следующее интересное слово из наших кулинарных запасников это слово авестерия авестерия что это такое в переводе с древнеримского обозначает горький мрачный черный ну такой в общем-то неуютный так раньше назывались харчевни для бедного люда богатые туда никогда не заходили как и бедным было запрещено заходить в рестораны которыми так и назывались рестораны там где сидели богатые поэтому это пищеблок для черни похлебал там не особо никто за красотой не следил и так далее в россии это при нашем петре первом батюшке превратилась в аустерия которую в свое время переросли в трактиры вот так вот потихонечку это слово было утеряно и было заменено трактиром то есть заведением где можно отобедать как говорится особого интерьера оно не предполагало но зато там можно было поесть выпить в свое удовольствие горе свою залить в карты поиграть и так далее и тому подобное вот так вот появилось это слово вот дорогие мои друзья и теперь если оно вам встретится вы будете знать что это некое заведение для людей которые не имеют никакого достатка не имеют никакого звания это место где они могли скромно посидеть слегка погреться и поесть чего им там подадут место пищеблок для бедноты если само в себе слово когда оно было создано придумано в древнем Риме обозначало четкое расслоение австерия то есть там только беднота и богатому туда заходить нельзя унизительное прочее то Петр первый несколько видоизменил подход к этому значению он аустериями назвал трактиры клубы куда было собственно говоря рекомендовано заходить всем их каждому и не только из нужды перекусить где всегда тебя могли накормить с пылу жару тем меню которое было уже приготовлено туда было рекомендовано заходить молодым дворянам для того чтобы разговаривать общаться находить с друг другом общий язык то есть развивать коллективизм Петр Первый вводил новые законы они тяжело очень внедрялись но напоминаю что те трактиры которые продержались собственно говоря до самой революции частично после нее как раз и есть в общем-то продолжение вот этих аустерий которые в Россию привнес Петр Первый взял идею из самого Древнего Рима Петр Первый вложил в аустерии собственно говоря не только идею покушать а идею клуба по интересам он своим указом создал подобные аустерии для гражданских и для военных для того чтобы объединить людей чтобы им было о чем поговорить пообщаться обменяться идеями познакомиться он считал что здесь находится залог успеха так аустерия превратилась в клуб по интересам где можно было выпить закусить и хорошо поговорить о наболевших в создании аустерии еще был заложен Петром Первым определенный смысл дело в том что аустерии возникли во время строительства Петербурга Петербург был еще тогда не обустроен женским обществом не заболова там были в основном мужчины которые много работали которым нечем было себе занять свободное от работы время для того чтобы создать эти клубы по интересам для того чтобы после работы было куда прийти и были придуманы эти аустерии то есть для досуга для разговора для питания для того чтобы не чувствовать себя одиноко случайно чего-то не натворить от того что нечем было заняться чтобы не было постоянных стычек драк мордобоев предлагалось в свободное от работы время посетить аустерию с тем чтобы покушать поговорить провести досуг поиграть в кости поиграть в что-то что-то обсудить и так далее культурная программа вот так эти аустерии скрашивали мрачные будни строителей собственно говоря Петербурга и тем самым снижали криминальную атмосферу и делали досуг людей то есть приятным во всех отношениях они стали местом сборища в общем-то разговоров интересного мероприятия по сути дела это тоже самая модель как мы приглашаем людей и думаем не только о том чтобы их хорошо накормить но еще продумаем темы для разговоров какие-то конкурсы и так далее аустерия модель подобного отношения к людям их надо чем-то занять сделать их жизнь интересной помимо того что они просто поедят вот такая была идея и она в некотором смысле была действительно светлая там собирались люди много обсуждали строили планы там обсуждались собственно говоря идеи как лучше строить что делать и так далее то есть и польза и приятное время препровождения очень интересно было расписание жизни в петровских аустериях но я вам могу сказать что то что придумал Петр в некотором смысле было определено его образом жизни он спал достаточно мало в основном по ночам не спал скажем укладываясь вечером в постель он вставал примерно в три часа утра поэтому в общем и целом считал что все заведения которые должны открываться они должны открываться примерно с четырех до пяти утра но в три ты встал в четыре пять все должны работать такой он завел порядок и в городе который строил для него это было важно поэтому вставали очень рано а поскольку Петр сам наблюдал за всеми процессами которые происходили при строительстве Петербурга хотел знать где что происходит весь Петербург он уставил этими аустериями трактирами потому что считал что если ты не будешь есть тогда когда тебе захотелось ты так упадешь в конце концов поэтому аустерии начинали работать три часа утра и были разбросаны по всему городу в виде вот таких вот трактиров клубов по интересам в любой момент можно было зайти поесть тогда когда тебе это приключение пришло на ум поэтому вот так они и работали с трех часов ночи и до последнего клиента пока уже все не расходили спать и каждый день в три часа утра вновь все аустерии были открыты вот такая вот интересная информация которая у нас началась как аустерия и так называлась в древнем Риме харчевни для бедноты которая в петровские времена превратилась в аустерию то есть трактир и клуб по интересам который открывался очень рано и всегда работал до последнего клиента интересно я думаю да у нас все таки теперь появляется новый взгляд на кое-какие вещи и когда мы слышим слово трактир пусть оно для нас кажется очень древним но дорогие мои друзья все относительно в этом мире с точки зрения истории прошло одно мгновение и слово трактир мы прекрасно понимаем что это такое а теперь мы знаем откуда оно произошло следующее наше слово для общего развития звучит следующим образом авиуторга о чем идет речь так раньше называлась икра черноморской кефалия которая засаливала с особым образом с особым вкусом рецептом этим владели только крымские греки и так обрабатывали икрой этой рыбы оттуда ее узнали казаки которые собственно говоря переняли этот способ обработки икры и когда Алешкинская сечь ну это просто историческая справка сейчас вдаваться не будем была разгромлена и казаки вынуждены были поменять место из локации и оказались за Дунаем этот способ обработки икры они стали применять и к обработке икры осетровых поэтому способ засолки черной икры задунайской отличается от всех остальных способов засолки черноморские которыми у нас отличается каспийская например засолка черной икры вот и зауральская там где эту черную икру добывают поэтому авиоторгой стали называть особую икру особого засола которую сейчас практикуют за Дунаем там где вылавливают осетровые породы рыб а изначально это был способ засолки черноморской кефалии это всего-навсего особый рецепт засаливания черной икры поэтому если вам встретится это слово авиоторга вы будете знать что речь идет об икре и о особом ее способе который сейчас практикуют при засаливании черной икры за Дунаем аганц слово может вам встретиться в Армении и если вы его услышите вы точно будете знать что речь идет о некой восточной сладости которую делают умелые армянские хозяйки и которая представляет собой нечто что-то подобное как мы себе представляем казинаки но сделано из определенных продуктов я сейчас одену очки поскольку это блюдо не делала но оно мне интересно и в моем записничке все-таки я выписала пропорции может быть рискнем и попробуем и так в состав этого блюда входит пшеница изюм орехи и конопля взятые ну семечка конопли взятые в определенных пропорциях пшеница берется две порции например два стакана два стакана изюма один стакан орехов и один стакан семечек конопли с пшеницей проделаются отдельные процедуры ее предварительно прокаливают на раскаленной сковороде без масла с этого момента она готова но прежде чем ее прокалить ее один час замачивают в воде то есть получается процесс следующий пшеницу заливают водой час дает ей набухнуть потом освобождает от воды носить ее собственно говоря промыл от воды освобождает потом на раскаленной сковороде просушивает слегка поджаривает слегка после этого она готова к смешиванию добавляет туда изюм добавляет туда коноплю собственно говоря вот и заливают это орехи и заливают все это горячим сахарным сиропом который заварен на пробу шарик вы если занимаетесь варкой варенья вам известно что это собственно говоря густой очень густой сироп который если капнуть воду потом выловить эту каплю и прокатать в пальцах то можно скатать в пластичный шарик вот именно до такого состояния надо заваривать сироп все это заливается смесь вот а потом застывает и превращается в плитку представляющую собой то что вы собственно залили сиропом естся как казинаки является очень полезной очень питательной очень вкусной вещью поэтому рекомендую дорогие мои друзья очень старинный рецепт бог знает сколько ему уже веков но он по прежнему изготавливается в армении но если будете там не обходите стороной это лакомство называется ну аганц последнее слово о котором мы сегодня будем говорить и понятие с которым будем знакомиться это агар у агара дорогие мои друзья есть и другие названия которые в принципе много веков уже сопровождают людей и по большому счету это вещество невероятно используется в кулинарии но сначала познакомимся как его знали в старину и так агар это слово стало использоваться не так чтобы в общем-то в 1978 году оно именно в кулинарную промышленность пришло как агар вы часто можете это слышать возможно вы не знаете куда это употреблять мы об этом поговорим сейчас отдельно в старину это вещество называлось китайский желатин бенгальский рыбоклей или целинтанг это под этим названием оно практиковалось в западной европе итак о чем же мы все-таки говорим что это такое это естественно желирующее вещество мы обычно когда делаем заливной прочее используем быстрорастворимый желатин но агар в несколько раз сильнее чем желатин ну можно сказать сотни раз у него есть особое свойство если желатин в теплом помещении если вот вы свое мясное желе забудете на столе оно потихонечку начнет растекаться вкусив блюдо его надо возвращать в холодильник для того чтобы собственно говоря оно свое консистенцию не потеряло что касается агара он стоик ко всему поэтому именно его добавляют в лукумы готовящиеся на производстве в зефиры в пастилу в мармелады потому что агар невероятным образом стоит ко всему можете потом выкладывать это на солнце можете это замораживать агару ничего не случится и так конечно же наша промышленность желает чтобы ее продукция максимально была независимо от погодных и температурных условиях поэтому чаще всего там используют агар агар что это такое из чего его берут с чем его едят агар прежде всего добывают из-за определенных водорослей которые растут в Японском море вот оттуда оно собственно говоря к нам и пришло люди сразу заметили что некоторые водоросли если их добавлять и разбавлять например вытяжку из них делать например высушивать а потом добавлять в пресной воде пресная вода начинает невольно желироваться превращается в такое достаточно крепкое желе вот так первые подмеченные опыты и моменты стали основой промышленной добычи этих водорослей которые собственно говоря потом превращались в порошок и были использованы для создания всякого рода желе муссов мармеладов и прочего прочего прочее что делается в больших количествах для большого количества людей вот что такое агар желирующие свойства агара намного превышают желатин он начинает желироваться уже даже в огромном количестве воды если при работе с желатином надо строго соблюдать пропорции там примерно идет 20 грамм на литр жидкости 20 грамм желатина на литр жидкости для желе бланманжет киселя или чего-либо другого заливного то здесь столовая ложка зажелирует агара зажелирует жидкость в 200 раз больше то есть у него он может с собой зажелировать его нужно буквально крупиться для того чтобы превратить желе в ведро жидкости поэтому сила его велика и мощь его тоже велика тем более он стойкий к температурным режимам что тоже немаловажно и очень важно вот что такое агар и чем он отличается собственно от желатина самое главное что вы должны вынести дорогие мои друзья из моего разговора что это натуральный абсолютно продукт взятый из природы никакого отношения к химии не имеющий вот желатином наша промышленность уже поступила достаточно жестоко раньше был натуральный желатин и производили его из суставов животных после забоев то есть вываривали как делают например столярный клей благодаря вот этому многочасовому вывариванию получался желатин который имел вид вот если кто-то помнит старый желатин в свое время в советские времена это был только натуральный желатин и он представлял собой как будто застывшие капли какое-то такое необрядное мутно-коричневое вещество это и был настоящий желатин произведенный традиционным и полезным для нас образом сейчас же в основном желатин создают химическим процессом вот и одно только радует что мы желатин не едим ведрами агар же является только натуральным продуктом в чем его преимущество и в чем его сила но и то что он мощнее желатина надеюсь вы прекрасно понимаете главными поставщиками настоящего агара по-прежнему является Япония и Калифорния США вот в России тоже производится агар но из водорослей белого моря он не является таким мощным как у заявленных производителей но тоже по-прежнему собственно говоря хорошее вещество которое можно использовать поскольку у него природная основа итак вы теперь познали что такое агар и можете смело его брать только используйте его пожалуйста строго по тем рекомендациям которые найдете на упаковке потому что передоз этого вещества превратит ваше изделие в резину поскольку сила в отличии от желатина агара значительная так что там с дозировками надо быть максимально бдительным ну что ж вторая часть нашего кулинарного словарика заполнена надеюсь вам было что тут послушать и чем поинтересоваться невзирая на то что особого ажиотажа тема не вызывает тем не менее настаиваю на ней и буду надеяться что рано или поздно ею заинтересуются и не только кулинары но и люди которые нуждаются дополнительной информации чтобы потешить свой развивающийся сочный мозг к которому все время нужно что-то подбрасывать для того чтобы он это обмысливал так что моя задача будет выполнена дважды и интересно и полезно и со значением с вами была Елена и сомн и сомн и сомн